Субтитры создавал DimaTorzok Вот сейчас мне на каждый семинар, вот я еду куда-нибудь в Бразилию, вот не раз коробочку усылают туда. Я приезжаю, у меня там протынчик, ПЦАшечки, креотинчик, понимаете? Это российская система. Я приезжаю в Аргентину, у меня в Аргентине, в моем зале, где буду работать, Они знают, все, мы общаемся, я контактик дал, они связались с согнерами, с этими хозяевами, да? С основателем, ну, хозяин, все, выслали ей коробочку. Вот так и работает. Новая маечка, новые шортики, понимаешь? Щук-щук-щук-щук-щук. Штанга приехала, питание приехало, одежда приехала. Все, что тебе надо? Вот это американская система. Почему она не должна у нас прижиться? Почему не должна? Почему нет? Что у тебя там тяжелого? Я со скоромным, когда общался, он говорит, вот, типа, у нас такие спонсорские контракты с питанием слабенькие. Конечно, если вы цепляетесь, если у нас всю жизнь спортсмены брались за все, и дали 100 долларов, как на выборах. Думкинули 200 баксов каждому и утерпывали с водкой. И они проголосовали за другого президента. Понимаешь? И продали все. Потому что всегда были нищие. Нищие, 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 нищие. Поэтому к нам никто серьезно не относится, что надо можно купить за 3 копейки. Понимаешь? А когда, если у кого-то, мы немножко планочку умрять поднимем, понимаешь, тогда не будут там кидать нафиг 100 долларов, наденьте вот эту майку и живите в ней, что постоянно только в ней ходили. Понимаешь? Цена должна быть. Планка должна быть. То же самое и здесь. Но для того, чтобы спонсоры пришли, нужно все тоже делать то, что я говорил. Надо каждый, чтобы работал на пиар. Пиар, пиар, пиар. Себя лично. И должны быть люди, которые будут в федерации пиарить каждый. Вот когда я спрашиваю, чем ты хочешь заниматься? Ты помнишь, когда на основном я тебе говорю, я сказал, я не хочу быть президентом федерации, я не хочу быть главным клиентом, я хочу делать то, что делаю я сейчас. Но работать в каких-то обоюдных договоренностях с федерацией. На каких-то законных основаниях. Я пиарщик или хрен поймем что в федерации в чужой атлетике. Все, я буду заниматься. Я знаю, что у меня есть ставка, я на нее работаю. Она не нахрен мне нужна. Она должна быть официальной. Понимаешь? Я работаю то-то, то-то, моя компания работает на это. Или я лично работаю на федерации. Никто же это не делает, понимаешь? Кто делает? Кисляков делает, он свою работу делает. Но она никакого отношения не имеет к тому, что я говорю. А такого человека нет. Понимаешь? Кто меня спросил, чем ты хочешь заниматься? Я сказал, что я хочу вот этим заниматься. То, что я сейчас делаю. Я сейчас это все обкатаю. Я сейчас понимаю уже, что надо делать. Понимаешь? Я готов. Потому что я знаю, что надо делать. Я уже знаю людей, которые, понимаешь, спонсоров, е-мое. Понимаешь? Я хотел спросить еще такой момент. Вот учитывая того, что ты сейчас достиг, у тебя там есть офис, какая-то ферма, нет ли желания помочь тем спортсменам, которые сейчас будут заканчивать спортивную карьеру, например, в частности, вот мои предположения по отправке их на будущих семинарах, как представители, которые будут давать семинары? Нет, есть, конечно. Второй момент. Они должны ездить. Я сейчас сразу на это отвечу. Должны ездить, и я им об этом говорил, и я и майки хочу с ними продавать. Я им всем об этом говорил. Ребята, я как только сделаю, это было говорил давно. Ребята, как только я сделаю свой сайт, у меня раскрутятся, начнутся эти движения. Понимаешь? Мы только начали в Америку отправлять. Только вот сейчас вот начали отправлять в Америку, в Европу, везде контакты, методы. Понимаешь? Потому что это наша гребанная таможня. И тоже надо подход иметь, понимаешь? Понимать, как отправлять за границу. Потому что у нас дорогая таможня, очень дорогая. И надо находить другие выходы. Сейчас мы нашли эти выходы. Мы начали отправить за границу. И сейчас я готов, уже все готово для того, чтобы, например, печатать те же самые майки с Аптеохадом, с Лапикой, с этим, с этим, с этим, с этим, с этим. Понимаешь? Плакаты. Неважно. Потому что каждый может купить, например, у меня на сайте майку с Аптеохадом и там плакат какой-нибудь. Все, мы ему отправим, понимаешь? И с этих денег получат то же самое. То же самое, как это все начиналось давным-давно. В Америке платят мои майки с моим изображением абсолютно не Агилху Гриф. Он мне здесь столько денег дает, потому что он продает их огромное количество. Он платит Ильину, он платит Аптеохаду, он им деньги постоянно платит, потому что там это продается все, понимаешь? Даже в связи с тем, почему здесь не должно работать. Но все должно быть в огне, в свое время. Потому что я тогда, когда им говорил, я им говорил идею. Сейчас все готово. У меня должно быть время для того, чтобы приехать к ним, опять сюда поговорить, обсудить сколько я им должен, выбрать фотографии, выбрать дизайн. Вот твердеет дизайн, понимаешь? Столько всего, ну куда надо, понимаешь? Все есть. И, конечно же, то же самое по семинарам. Если я знаю огромное количество людей во всем мире, хозяева в зале. Если я говорю с ними по-английски, они мои друзья, мы с ними пиво пили и так далее, понимаешь? Мы с ними гуляли, и они в домах у меня были. Конечно, я могу позвонить, сказать, ребята, вот есть у нас новый чемпион, вы видели, или 213 порвала, или там 212 порвала и 56 столкнул, Леша Ловчик. Он не говорит по-английски, но как бы интерес есть, да? Как бы, да? Все. Ему надо переводчика, ему надо билет, проживание, питание и такую сумму. Пожалуйста. Вот тебе билет, Леша, вот тебе той самой, лети. Вот может быть, как раз так и начнется у тебя. Всему свое время. И потом уже... Всему свое время. Понимаешь? Еще второй момент по поводу залов. Если ты, видимо, и так уже достаточно обеспечен, может быть, тебе задуматься вот о залах, чтобы... Я не настолько обеспечен, чтобы в ближайшем будущем. Нет, 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 нет. У меня сейчас другая задача и другие вообще по залам, но в другом виде. И также привлекайте тех же спортсменов, которые заканчивают карьеру. То есть ты закончил все и... Тренерами что ли? Да. Тренерами надо родиться. Понимаешь? Геннадиктор никогда не сможет заниматься тем, чем занимаюсь я. Потому что он тренер. Но мы немножко разные тренера, да? То есть... Они все же нет. Многие же хотят тренировать. Кто из нашей команды сейчас хочет пойти работать обычным тренером? Кто? Тогда брать обычных тренеров. Раскручивать их. Кого? Обычных тренеров? Нет. Любую теорию надо оказывать практику. Если тренер без имени, ну это надо вложиться, чтобы тебя раскрутить. Как тебе? Есть механизм, за счет которых раскручивают в шоу-бизнесе. Но ты же не певичка с сиськами, понимаешь? Ты же тренер с опытом. У тебя должен быть резюме. Кого ты подготовил? Кто у тебя спортсмен? Кто? Кто ты? Заслуженный тренер? Окей. Понятно. Таких нет? Они не поймут, что такое заслуженный тренер. У них нет такого понятия, как заслуженный мастер спорта России. У них нет этого. Так же они не поймут, что такое заслуженный тренер России. Кто? Евгений Чигишев и Константинов Роман. Тренер Тищенко. По-английски не говорит. Очень интеллигентный. Такой вот резюме. Неплохо. Чигишев знает ого-го. Константинов не знает никто. Ну хотя бы что-то. Можно отправлять. Другой пример. Махты конечно его возьмут. Сафонов конечно его возьмут. Каракотова конечно его возьмут. Может быть даже главным тренером сборной Америки. Конечно. Ну а других-то? Они и так все при делах. Понимаешь? И за границей, если ты будешь обычным тренером за границей, обычным тренером, то тебе там так сколько денег платить не будут. В России охренительный зарплат. Охренительный. Они когда знают, сколько мы получаем, так спортсмены охреневают. Потому что у них это все на любительском. Вот именно в штанге. А те, которые в кроссфите идут, когда вот огромная туча надвигается, вот они уже все с личными спонсорами, с личными контрактами. А вот эти голодранцы, которые именно в штанге, отголосками добрасываются, что это штангисты, вот это туда, куда сейчас наши люди идут. Надо с ними тоже пообщаться. Что-нибудь им тоже кинуть. Ну вот те идут масса. Та знает, как общаться со спонсорами. Вот это не им интересно. Потому что в поисковике тяжелая атлетика набирают реже, чем кроссфит. И твоя хари выскочит. Почему я хэштеги ставлю везде? Кросфит, кроссфит, кроссфит гейм. Технологии. Немногие в ВКонтакте пишут, типа, мог бы и уже не ставить эти хэштеги новомодные. Технологии. Если ты хочешь, чтобы твоё видео и твоё фото, или что-то твоё увидели, ты должен поставить хэштег. Потому что хэштег это то, что набирают в поисковике. Если не стоит слово на равных, то твое интервью со Скоровным или Сакаев не увидят. Ты должен в поисковике набрать на равных с Дмитрием Клоковым. Все. Если это на равных с Дмитрием Клоковым наберут в поисковике, то оно высветится. Если ты не поставишь, то оно не высветится. Так же это. Ты должен привязать к чему-то. Иногда приходится привязывать к каким-то ярким событиям. Понимаешь? Если, например, какое-то событие какое-то в мире, если ты его вопьёшь в своё новое видео, то твоё видео выскочит на этот популярный запрос. Понимаешь? На технологии. Как везде свои технологии. Так же и социальности. Я снимаю очень много соревнований. Есть смысл ставить мне кроссфит? Конечно. Потому что все кроссфитеры сейчас смотрят тяжелоатлетики. То есть как раз для них? Конечно. Они учатся по нам. Почему мы популярны? Они хотят учиться. Они понимают, что им не дают информации. Их тренера, которые их учат, не дают им ничего. Они понимают, что они пустые. Они все понимают в кроссфите. Все абсолютно. И тренера, и руководство. Все, что это бизнес. Что на семинарах кроссфит Level 1 ничего не дают. Где они учатся? Они сами это не отрицают. Мы все учимся по YouTube. Почему они ждут? Почему они просят, чтобы мы говорили по-английски? Почему они просят всегда? Ну переведи, что он сказал. Меня тоже стали относить. Потому что они учатся по нам. Поэтому если ты снимаешь соревнования в видном и ставишь кроссфит, он выскочит. Он выскочит в поисковике, который набрал в Америке. В общей массе. Они же меняются там, понимаешь? Он выскочит, его посмотрят. Обязательно. Технологии. Причем кроссфиты и по-русски надо писать, и по-английски надо писать. Ага. Я обратил внимание, не знаю в последнее время или нет, может быть просто ты уже не то что не контролируешь, а как-то... Я понял, о чем ты говоришь. Небрежно стал обращаться к матерным своим... Ты можешь эти маты услышать только в том случае, если я делаю что-то очень серьезное. Вот очень жесткий комплекс. Потому что я же никогда не монтирую ничего. Если я снимаю какой-то комплекс, например, 140 прыжков в рывковом хвате, я не могу его вырезать. Потому что я снимаю этот комплекс для того, чтобы его выставить и показать его как ориентир. Но ты не представляешь, как это тяжело. Ты не представляешь, как это тяжело. Но я когда смотрю, и сам лоб говорит, что это тяжело... И когда ты делаешь... Я верю. И когда ты уже не контролируешь не то, что ты говоришь, потому что у тебя с пеной у рта уходит, не говоришь себе вообще тело вообще. Конечно, но когда ты сделал, ты не можешь это вырезать. Понимаешь? Потому что это тайминг. Это тайминг, это ориентир для других, которые будут повторять. Понимаешь, ты не можешь. А когда ты не контролируешь себя, мышь, когда на рулем 200 киарам, сколько раз матового мы слышали по телевизору, да? Ну ты не можешь это вылететь, ты не можешь это контролировать, если ты это сделал. Ты же не можешь 23 минут пропрыгать, 140 прыжков со шланга, после которых мои ноги восстанавливались, там, 10 дней. У меня сейчас жена, скажи, мастер, я сесть не мог. После этого комплекса я сесть не мог 10 дней. Я на семинарах не мог показать с 40-килогеревым штангой, как сделать рывок и толчок, я старт не мог принять. Представляешь, насколько это тяжело? И, конечно, если я его сделаю, потом я в видео посмотрю, так, здесь мы тюкнулся, здесь мы тюкнулся, здесь мы тюкнулся, ок, я не буду его выставлять. Ты что, сама сошел? Никак на жизни больше повторять не буду. Все, оно в историю вошло, пусть другие повторяют. Понимаешь, потому что упражнение реально крутое. Это как челлендж. Не обязательно делать с 40-килогеревым, понятно, что я сильный. Но сделайте то же самое с грифом, сделайте с шлангой. 140 прыжков сделайте просто со шлангой вперед, по стадиону. Просто с палочкой, да нагринейте. Да просто, мне кажется, прыжки и устанешь. Да просто писали 140, списали, сделай. Я говорю, просто прыжки 140 раз. Поэтому, конечно, я когда сделал, тяжело, а когда плыв, конечно, куда я плываю. Куда я плываю? Я вот как раз хотел затронуть эту тему. Вот, допустим, мы видим. Раньше, когда ты стал, кстати, что послужило тому, что ты открыл свой канал и стал размещать видео? А что послужило? У тебя стало много информации? Вообще, не-не, вообще мой канал был открыт два года назад. Два года назад, да-да. Два года назад просто я туда выставлял видео, там, бровок, 114 сплинтов. Просто хотелось, как бы, там, ну, не знаю, похвастать. Это я видел, да. А потом, когда это началось, началось в июле предыдущего года. В июле предыдущего года, когда я понял, что надо готовить, я понял из шоу-бизнеса, что это может дать. Я пошел к спонсорам сам. То, что я им сейчас пытаюсь, всем ребятам донести. Я пошел к спонсорам, потому что надо было показать себя. Если ты на блюдечке не перенесешь, кто тебя видит? Это как бизнес. Вот ты занимаешься одеждой, если ты не выставляешься на выставках, тебя никто не увидит. И чем тебя больше на выставках, да, ты должен тратить деньги, ты должен ездить, ты должен вкладывать, но тебя покажут. Где-то что-то стреляет, и ты получаешь. Так же и здесь. Ты должен показать себя. То есть ты сознательно открыл. Да, я сознательно, но я шел. Стал придумывать, что снимать, да? Конечно, все было интересно, понимаешь. Конечно, он так все взорвал. Я смотрел с огромным интересом, потому что это были первые видео членов сборной. Конечно. Все было продумано 100%. Было с юмором для определенной публики. Потому что, например, смотри, почему многие видео, пацаны русские, скучают по видео с Вася Полняковым и с Ильей за границей. Понятно. Молодые пацаны смотрят на своих кумиров, условно, в такой неформальной обстановке. Хи-хи-ха-ха. Абсолютно разные люди. Вася такой юморист. Понимаешь, Илья более серьезный. Я понимаю, в чем прикол. В этом была изюминка. Многие те же самые шутки, которые сейчас люди относят к Васе. Да, это было сказано. Я говорю, Вася, скажи то-то, скажи то-то. Я его продвигал. Я хотел. Все, что надо, все мы сделали. Понимаешь? Все сделали. Потому что Вася нормальный парень. И я делился с ним опытом. И советовал, ну что сделать. Понимаешь? Вот. Потому что я из этой области. Понимаешь? Я пиарщик. Я знаю, что надо сказать. Вот так вот. Где это взялось? Вот мы раз-раз-раз-раз-раз. Там другие приколы. Вася там. Вот так вот. Это все же было. Не просто так, понимаешь? Все было придумано. В самолете летели, подлетали к Лос-Анджелесу, где живет Александр Невский. И Вася. Я говорю, Вася, ну как бы подлетаем туда-сюда, скажем, ну вот так вот подлетаем к Лос-Анджелесу, где живет Александр Невский. Понимаешь? И в контексте, когда ты набираешь еще хэштег там Александр Невский и так далее. Ну как бы все в комплексе, в комплексе, в комплексе. Оно все хитрости такие. Я вот с интересом смотрел в самом начале, когда ты про штангистов показывал видео своей. Но потом ты стал немножко в сторону кроссфита. Вот эти комплексы все. А потому что когда я начал делать видео для Ютуба? Для Ютуба о штанге. Чуть-чуть закончил. Не боишься ли ты просто потерять аудиторию штангистов? Потому что лично я определенное время просто не смотрел твои видео. Потому что я знал, опять кроссфит. Ты понимаешь, какая аудитория у кроссфита и какая аудитория у штанги? Это понятно. Разница. Ну то есть для тебя не имеет значения, пусть смотрят штангисты и кроссфитеры, либо только одни кроссфиты. Понимаешь, если ты хочешь что-то сказать, когда тебе будет что сказать. Вот у меня было что сказать. Я сказал, пора теперь действовать, понимаешь? Время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Следующий этап, это должно быть немножко другое. Это должно быть обучающий программ в интернете. И мы ее уже подготовили для американского рынка. Мы сделали книгу, электронную книгу Дмитрию Клокову с обучающими программами, с текстами, с историей, об ате и обо мне. Мы работали очень много на этом. Она выйдет в черную пятницу в декабре. Как будет огромный интерес на английском языке. Электронная книга, понимаешь, что такое? Тогда сам историй будет для российского. Ты не можешь все выдать просто так. Ты глупо. На семинарах, пожалуйста, я сделаю семинар бесплатно. Вопросов нет, соберитесь, кто сделает. Когда я это сказал, давайте я это сделаю, я сказал, я это сделаю за ним. Пусть вы будете, потому что мне надо рекламировать, то есть все, понимаешь? Мне надо... Кто хочет приехать? Все же работают. Кто хочет приехать в середине недели? Никто. Все хотят на выходные. А у меня на выходные дни денег стоят, понимаешь? Понимаешь? Приезжайте в мои входы. И вот сейчас приезжайте, я вам это расскажу. Организуйте зал, организуйте все, надо заниматься, понимаешь? Вот сейчас ты понимаешь, что я делаю? Нет времени. Понимаешь? И плюс на все, что я запланировал, мне нужны деньги. Понимаешь? Вот за все, что я запланировал, туда вложи, туда вложи, туда вложи. Соревнования в следующем году туда вложи, понимаешь? В одежду туда, новая коллекция, тех проспонсирует в будущем. спонсирует который я получил который рассказал это столько времени занимает поэтому когда у меня спрашивают что ты делаешь русским семинары когда и когда я готов но в середине недели мне надо хотя бы семью и когда я ехал снимать интервью думал буду разговаривать со спортсменом но я сейчас вижу что я разговариваю не то что с коммерсантом но ты уже в той стихии в той в той области сто процентов поэтому я и говорю что как бы есть этот эго в тебе сидит чтобы вернуться в штангу и продолжить и ну конечно блин тяжело посмотрим не знаю я все делаю на кураже принимаю решение на кураже но потом уже не отступаюсь и вот так же как во всем я что-то могу сказать на кураже а окей будем делать то и иду продолжаю штангу занимать если я сказал я уже не отступлю так поэтому я не знаю что будет в апреле надо попасть на кураж и скажу блядь и грешу книги уроды бенжанин даме идиоткаем не все хочу порвать или на все я это объявил я не дам назад я не придется пойти я очень многие вещи делаю в ущерб себе очень многие вещи в ущерб себе но потому что такое через характер что-то скажу и начинаю делать потому что я сказал надо делать же деньги теряю там то все теряю но уже сказал надел вот я не знаю чего хоть в апреле будет но я не хочу не хочешь вот вот сейчас нет такого знаешь вот сейчас я стараюсь это глушить я смотрю там где-то услышал сбережание 41 ага и ты там ага приехал на семинар что-нибудь там тоже значит на кураже и глушишь все не надо тебе это не надо да не надо зачем ну куда ну 32 года ну куда тебе это на хочу а нет в принципе ты как бы можно сказать ты всего достиг так я про то я говорю ради чего просто надо взвесить сюда прочего вот она золотая медаль в идеале в идеале а мы знаем что там и как где какие условия дают кому и так и ты понимаешь что это ого-го как надо рискнуть и на не старое 5 2 да вот а еще туда за счет до 2 дойти если бы я знал точно что я буду 2 до хрен может быть и пошел все этой компании я узнал что 2 я все спонсором это нормально для всех мой контракт на все мы делаем это нормально поехали представлю сколько надо голов перешагнуть сколько надо порезать людей и в плохом смысле не хочу брать на себя ответственность я в дополнение к тому что я говорил по поводу твоих видео то что у меня пропал интерес к ним я просто хочу сказать зрителям которые будут смотреть штангисты я вроде бы там с 30-летним стажем и спортсмены тренер не смотрел эти видео но как-то попал то ли где-то в соцсети я увидел и меня опять заинтересовало то есть в твои у тебя нет такого знаешь переключения просто все полезное только для кроссфита есть такие моменты полезные для тяжелой атлетики и просто интересные с человеческой точки зрения поэтому если так есть такие же я думаю что они есть как я я просто советую ну периодически просматривать эти видео которую с периодически очередующих я там раз в два дня периодически это реальти шоу ты не можешь каждый день на протяжении года выдавать информацию полезно я как тебе сказал закинул в топку это должно пройти по обсуждаться но это твой телевизор телевизор не может выпустить только хороших программ должна быть и шелупоню будничные ненужные сериалы которые для бабушек которые мы все знаем что ты говно оно должно его должно заполнять 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 и то что это надо каждый найдет себе что-то понимаешь да вот это просто поджет кто-то улыбнет кто-то информацию полезной получит кто-то еще что-то поэтому ты никогда не знаешь как человек стрельнет вот это например видео из дубая где я ленту поднимаю на пляже и там еще одну девочку я стою на сзади гостиницы в этот парус дубайский я на пляже я их жму и положу на плечи и просто пожал вот это видео блин вы даже не поставить она вот в америке на центральном телевидении показать в мексике у меня есть все ссылки на эти каналы в новостях в новостях и в развлекательных программах как мне люди писали расспрашивали разрешение можно в этом качестве преподнеслось что как что вот так можно вот так можно снимать девочек на пляже всякий если это вправо в развлекательном то это развлекательным шутками прибалотками но это ты понимаешь без разницы да ты все это и почему-то сделать вот так знаешь никогда не знаешь что стреляет вот этот бомба она херна не идет на блеснишку тернув она срывает понимаешь меня 650 видео я знаю чем я говорю понимаешь надо снимаешь просто так ерунду откуда столько просмотров ерунда полная а ты вы сможешь объединяющие смонтировал но все садишься загрузил и сел и сидишь ну сейчас понесется хер поэтому надо все подряд ли все подряд ли понимаешь а там разберется что пойдет что непонятно ну зрители мне сказал рекомендации рекомендую что-нибудь не забывайте желатлетов что они полезны это то где-то желатает мне нашу потяжеловителю заборная до их снимать понимаешь если постоянно живут с кроссфидером у кого не снимает снимаю себя как шлангист и снимает как крос федо себя как что есть может быть что-то полезно для штангистов потихонечку все вы по мере необходимо сейчас время уже давать информацию телом что то сказать мне просто мой какой я понимаю я понимаю полностью все в свое время появится полный в полной доступности по поводу передачи на равных ты создавал для чего для берешь интервью у тяжелоатлеты в последнее время это вот ускорбится с коронным снял а то последний скам последнюю на полноценно ну то есть и стали появляться не тяжелоатлеты ты понимаете передачи просто на равных да потому что ты у каждого это программа понимаешь где я взял вообще эту идею я взял ее у владимира тинькова тиньков это бизнес кредитная система тиньков бизнесмен тиньков у него есть программа секреты бизнес секреты с олегом тиньковом так я бизнесом всегда интересовался всегда интересно было бизнес я очень коричу мелких было бизнес 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 этом постоянно бизнес и бутылки собирал кассеты записывал друзьям за деньги у меня просто много коллекции было я монтировал кассеты музыку управлял видео и монтирование находил возможность заработать да я постоянно мелкий когда был вообще и я и как бы очень много по бизнесу смотрел передачи на то что программу бизнес с олегом тиньковым мне так понравилось в чем изюминка что обычно никто голубки с кем разговариваем интервью дилетант журналист который буквально один день два к тебе подготовился в интернете что-то прошел на котором абсолютно не понимает о чем он разговаривает чисто по бумажке и профессионал понимаешь одни те же программы когда садятся на против два другого профессионала два профессионала в своем деле ты понимаешь мне не бывает все и вдоль и поперек всю все кишки и если получится диалог опустили на них уже чем жесткий не жесткий формат другое как она там все это строится но именно сам формат два профессионала они общаются тинько там чичу аркин основатель вести тинько в долгой тинькофф батуль на очень много когда они говорят о бизнесе опалить я коррупции обо всем они говорят а насущно не это проблемах реальные будто я не до чувствую то же самое на равном ты общаешься и ты в сонный прогул что не нужно врезать ты говоришь все что ты скажешь все пойдет я стал им говорю понимаешь с кем мы можем в ближайшее время видеть то блин хватило бы узнаешь все занятые люди раскакляем не готова лежит дома тетрадка с готовой скакляю выклеева он постоянно разъезд я постоянно разъезд и наш готовы в любой момент это время отременка лишь будет она блин я не буду ладно опять мишка да там за границами напишет он прилетаю на два дня ты будешь где-то все занятые люди мы с лет пытались 30 месяцев три кем получится но у тебя в планах допустим как леви до по все ну что я бы у любого взяла что да еще сидел только разговаривал понимаешь ну откуда время ну надо просто двигать не надо делать то что даже тяжело нажму надо просто иногда надо где в основном надо в основном надо поэтому просто надо делать ухты держа зима у меня я посуду мою посуду бывает кладешь там вилку или падай до нас . вы мышцы по скоростным я что по поводу видео где ты демонстрируешь всякие комплексы возможности там по песку со штангой бассейну тот же ничего я хотел спросить задать такой вопрос я штангист он кросс фиттер мы сидим смотрим это видео я как штангист могу понять что вы получите я как штангист могу понять когда ты выявишь 180 килограмм что это тяжело и это возле рекорда но когда ты умираешь там с 60 килограммами выполняя какое-то упражнение я этого не понимаю кросс фиттер в своей области тоже что-то понимает но что-то не и вот для чего это вот эти придумывание каких-то комплексов это скорее для кросс фиттеров какие-то чтобы они какие-то возможности испытывали знаешь в чем разница ну покажу эти видео где 205 порвала вот просто пару завтра хавычек в 205 и чё ни разу не видно как 25 рвут что тебя это смотивирует в весе 105 ты видел как хажем от 10 10 лет на ю тубе ездить я рву 206 порой за 200 выложу чуток ну даст вам это повод для разговоров у кого оформим давайте на олимпиаду ничего что ты это увидел это какой-то какая-то почва для разговоров для оценки какой-то твоих силовых возможностей там данный момент а здесь не можешь понять то ли просто клоков за счет там каких-то физических возможностей за счет еще чего-то просто поднял я я говорю о том что этого не понять возможность задуматься понимаешь о том о чем вы можете я не договорил когда я задавал вопрос его понять можно знаешь когда когда клоков придет и разгрузит вот есть бригада грузчик которая разгружает вагоны за час было бы а тут приходит один клуб сейчас разгружает висит было на кроме мысль вот это люди будут сидеть любые штангисты и штангисты обычные люди они увидят эту разницу скажут вот это человек а ведь вот эти комплексы но я не могу это оценить я даже не попробовал не ради эта идея идея во-первых упражнения потому что например ты считаешь что что они ста мне нужно выносливость что штангистами нужно выносить вот например если вы пройдете со штангой по лестнице со штангой по лестнице что укрепляете укрепляйте связки если говоря что очень большая нагрузка на получше полная чушь в этом упражнении когда со штанга стуки рашел по лестнице чтобы это себя вообще не напрягал не были что говорили что вы тренируете когда вы идете по ступенькам, вы тренируете вот эти вот, вы тренируете эти мышцы, вы тренируете вот эту связку. И в каждом можно что-то найти, по песку шоу укрепляйте, еще что-то. Но для меня это челлендж, испытание, я люблю себя испытывать. Прыжки из трамплина, танцы звезды. Я это делаю, это реалити-шоу, это я не пытаюсь что-то кому-то показать. Но вы можете в этом если подумать, ага, блин, это на самом деле по ступенькам, а что мы по ступенькам не делаем, это попробуем, что в этом может быть, ага, ну что мы можем. По сути, это то же самое зашагивание на тумбочку со штангой, то, что делает иника, она дает своим. Это то, что все делают, просто немножко в другом виде, понимаешь? Ну да, это тебе возможность задуматься о чем-то. Но с какой целью это было на ютубе? Это мой челлендж, это мой канал, это реалити-шоу о моей жизни, просто что я делаю. А так как, поскольку я сам люблю себя испытывать, прыжок в Дубае с парашютом, челлендж по пескам, прыжки с вышки, в прямом эфире танцы со звездами, извини меня, когда ты в прямом эфире, и ты абсолютно непрофессионально дотренировался всю неделю, и ты вообще просто пипец, понимаешь? И то, и то, и то, и то, и то. Это челлендж, это просто моя жизнь, понимаешь? Я люблю, вот то же самое вино, понимаешь? Челлендж, что ты сможешь добиться максимума, понимаешь? Это испытание, акуражнуть себя. Да надо постоянно что-то кайфовать, если ты от работы, от того, что ты делаешь, или вообще себя ничем не подбадришь, никак не стимулируешь. Ну это неинтересно. Сделайте. То есть, ты не пытаешься кому-то что-то навязать, ты просто испытываешь себя какими-то... А что? Вот, например, я сделал этот песочный челлендж в этом. Знаешь, сколько людей как повторяли? Да? Да я обычно по пескам, по карьерам люди ходят. Мне же видео присылают. А про лестницу ты делал вызов тебе... Я вот видел одно видео. Ты видел его? Про лестницу, а что там здесь? Тоже так же человек взял штангу и сказал, я отвечаю на видео. И че? Ты че буду отвечать с тобой? Не, я просто спрашиваю, что ты видел меня? Не, я не видел. То есть, ты так не отслеживаешь? Я именно лестницу не помню, потому что она давно была. А вот, например, ходьба по пескам в карьерах делали люди очень много... Понимаешь? То есть... А что они говорили? Я сделал, и я такой же, как ты, или как ты? А вот это такой же прикол, такой же... Я просто сделал. Подожди, это посыл такой же, как сейчас вот... Ice Cube этот вот... Обливание холодной водой сальдом. Почему это? Вам это даст пользу? Только в том случае, если вы будете делать это систематически. Вы будете загрязывать свое время. Один у нас что-то даст? Понимаешь? Тоже самая история. Ну, может быть, это даст тебе о чем-нибудь задуматься. Может быть, это просто тебя улыбнет, поржать. Но с увлеванием это такая игра небольшая. Я смог, смог. Какая разница. Здесь то же самое, понимаешь? Здесь то же самое. То же самое. Человек, понимаешь, испытание себя. Один испытывает себя, а ты чего не испытываешь? Иди испытайся. На что ты способен? А ты способен то же самое повторить? Ничего не понравилось видео... Здесь тяжело сказать для чего. Но больше это для того, чтобы просто... Как бы я люблю себя испытывать. Ну, я понял. И как бы это просто... Знаешь, что не показать? Ну, может быть, кто-то сядет что-то. Видишь, находят же люди, которые повторяют, хотят. Ничего плохого. Они даже не заставляют отжиматься от унитаза с фашистского погружения. Понимаешь? Нормальные испытания, кардионагрузки, тренировка. Такая же тренировка. Ну, если люди повторяют, это, значит, кому-то интересно. Да, если ты не будешь человеком, то хрен заставишь его повторить. Уже популярность своеобразная. Я встал в последнее время, или в тех видео, которые я видел, я обратил внимание, мне очень понравилось интервью. Не интервью, а экскурсия на экватор. И я даже вот когда на работе смотрел, я работаю на основной работе, не относится к тяжелоатлетиям, к спорту никакого, я людям показывал. Им тоже было интересно. Я не знал о действии вот этой линии экваторной, что происходит справа от нее, что слева. Много комментариев всяких, очень много комментариев всяких, но я не знаю. Может быть продолжить какие-то такие интересные? Не всегда получается. Я тебе говорю, не всегда получается. Да когда, конечно, есть что показать, я снимаю. Ты увидишь, есть что я показываю. Просто раз? В той же самой Мексике, например, вот это интересный сбор картошки. Понимаешь? Напомню, что подоски. То есть, когда есть возможность какая-то снять что-то интересное, я снимаю что-то интересное. Когда есть возможность снять что-нибудь, тяжелые штанги, рывок любимый, толчок, но я снимаю. Я снимаю то, что есть возможность и что мы делаем сегодня. Может, когда я приезжаю за границу, сейчас люди понимают. Ага. Клоков любит что-нибудь показывать, что они достопримечательницы. Они начали уже предлагать. Каждый уже показывает что-то свое. Я говорю, мы тебя хотим отвезти туда-то, понимаешь? Сейчас, например, я готовлюсь к Австралии поехать. Мне уже пишут, мы будем прыгать с моста этот Harbour, понимаешь? Тарзанку. Все, люди готовят. Потому что надо платить, записываться, понимаешь? Они все платят. Конечно. Ну, окей. Понимаешь, что люди уже ерунду прочувствовали, понимаешь? Они поняли, что... Сами любят смотреть и так же предлагают свои достопримечательности какие-то. Понимаешь? С моста Harbour поменают это. Где Олимпийские кольца были на Олимпиаде Сиднея, туда-туда старзанки, понимаешь? Я никогда старзанки не помню. Ну, посмотрим. Иногда они, знаешь, тоже предлагают. Я думаю, я устал от этих членджей. Я встал. Постоянно себя испытывать. Надо хочется, знаешь, просто спокойно потренироваться. Надо приезжать куда-нибудь там где-нибудь. В зал приехал, тут по CrossFit тренироваться. Давай-давай с нами. Давай комплекс с нами сделаем. Я говорю, пацаны, я так устал. Дайте мне просто подтягиваться. Дайте мне просто там поделать тягу. Толчете аккуратненько, понимаешь? А вот последнее видео, где, по-моему, у тебя жена снимает в CrossFit. Да, из-за головы. Ну, я просто жалов, как плечки качал. Ты опять завелся там, да? Да, завелся. Я ничего не делал. У меня жена тоже с CrossFit занимается. Тоже CrossFit делает. Все комплекс. И у нее тренер свой по CrossFit. И это, в CrossFit базе. И я не мог тренироваться. Не мог. Хожу, что-то совсем ля-ля-ля-топаля-топаля-топаля. Давно не видел пацанов все. И тут что-то раз нарос, просто аппетит пришел, знаешь, и разошелся. Возвращаясь к тому видео, когда ты сел в сет, думаю, неужели сейчас увижу, что Дима сейчас немножко так подкинет с лень. Это самое важное. дожмёт самое важное не вставать, жопу не поднимешь. Не вживёт меня достичирует. Смотрю идеально, просто идеально. Максимальное такое напряжение из мёртвого положения в старт. Вот это очень смешно, когда я всякие интересные упражнения показываю. Действительно интересные упражнения и полезные. И в ю-тубе, и в инстаграме. И потом я начинаю отслеживать, как люди это начинают повторять, повторять, повторять. Конечно. Я же вижу, когда люди какие-то повторяют что-то, они, например, в инстаграме, они сделают на меня хэштег, то есть, что они делают это, чтобы я это посмотрел. Когда они что-то выставляют, я вижу, они специально меня отмечают, чтобы дать мне сообщение. Это где? В инстаграме. А, в инстаграме. Что, посмотри, типа, мои видео, вот я сделал, повторил. Я вижу, что люди неправильно делают. То же самое соцпресс, это то, что ты говоришь, соцпресс называется. Они делают как? Раз вверх и вниз упали. Раз и упали. Понимаешь, мне иногда говорят, мы там делаем столько. Я говорю, что, охренели, у меня соцпресс 120 получит. А вы делаете 90. Я говорю, ну покажи такой додик. Я говорю, покажи, как ты делаешь. Как? Привстали, оп, вниз. Конечно, говорю, а ты в жопу попробуй не оторвет. Он говорю, вот, 50 еле-еле. Конечно. Такой глубокий сет, это у тебя, ты развивал его? Нет, это у меня такой, да. У меня есть соревнования, фотографии в газете. Мои третьи соревнования. Я прям в седе сижу в газете, в Болшининской газете, в седе там сижу. У меня там жопа помоста касается. Я буду такой. Я же занимался футболом. Ну, футболом так несерьезно. Дзюдо. Меня дзюдо сильно растянули. Я дзюдо год занимался. Даже полтора. Даже там. Меня там хорошо тянули. Учитывая, вот сейчас вот развивается фитнес-индустрия, у них постоянно присутствуют какие-то семинары, обучающие. Я вот виду предложил тоже устраивать какие-то, ну, типа день-дня открытых дверей, чтобы люди могли приезжать обучаться чем-то. На сборы. Не надо. Не надо? На сборы надо не попускать. Зачем? Не, не сами, не сами на сборы. Просто приезжать туда и... Не, на базу точно никого пускать не надо. Либо три. Почему? А зачем? Это наша закрытая территория, не надо никого запускать, не надо дядя открытых дверей делать. Зачем? Ну ты че? Нужно приезжать все подряд. А, я думал, наоборот, как-то привлечь... Не-не-не-не, на сборы ни в коем случае нельзя. Ну, в моем представлении точно я. Это обычно разные люди, понимаешь? Это разные люди, разная энергетика. Блин, это и могут что-то и своровать, и то, и все. Ну, негативно, там много... Случайные люди? Нет, конечно, случайные люди, вообще стихийные, конечно, ты че? И разная энергетика, понимаешь? У нас все равно это есть, энергетика она есть. Никого не надо там писать. То, что мы иногда, там, приехали, там, в фитнес-клубы можем ездить, делиться опытом, там, это да. Но к нам пускать надо, наша закрытая территория. Ну, здесь тогда, может быть, да, ты и прав. Ну, хорошо, я немножко другое хотел затронуть, то, что вот я... Вот все мы, там, спортсмены, тренеры, там, все это знаем. А немножко мы не знаем науку, науку кто нам... Только в Академиях... Вот поэтому, поэтому я и хотел с удовольствием прийти с Харомным. Может быть, тебе как-то помочь нам... Слушай, о чем это, люди говорят, по-скоромному. Споромный, и что там еще кто будет? Почему я с Харомным хотел? Потому что, почему я люблю бодибилдинг? Потому что они знают свое тело на 100%. Они знают как, что, они знают свою, они знают биохимию, они знают свое тело, а я говорю профессионал. Понимаешь? Как жир убрать, как что? Потому что у многих у нас жира до хрена. И мы когда гоняем вес, что мы делаем? Мы воду выгоняем. Убери жир. Как жир убрать? Диета. Как диета набер... Понимаешь? Как диета строится? Как то? Как все? Какие продукты? Что? Потому что они знают, как что сделать. Надо воды набрать? Набрали. Только воды. Надо жир только набрать? Набрали только жир. Они знают, что они профессора в своем виде. Понимаешь? Поэтому я с ним делал. Получилось, не получилось. Другая история. Дальше пауэрлифтинг. То. Все. У каждого можно что-то взять. Понимаешь? Почему я где кулю ездил? Я где кулю ездил, хотестную программу сделать. Понимаешь? Можно пообщаться. Времени был. Мы решили все сделаем. Когда на связи, понимаешь? Времени. Было время. Сделали. Познакомили. Все. Я еле от него уехал. Мы будем присоединить, что все у него в офисе. Понимаешь? Хороший. Нормальный. Мужик. Общительный. Можно было что-то у него полезное получить. Конечно, лажа до хрена. Но можно и полезное было что-то от него получить. Поэтому я хотел сделать. Понимаешь? Ну. И так же с другими. Вот она программа на рамках. Понимаешь? Я человеке узнать. И то же самое. И мнение его о каких-то вещах. И хоть полезной информации. Понимаешь? Я немножко другое имею в виду. Я имею в виду именно профессиональные семинары. С профессорами? Не. Не с профессорами. Не с профессорами. С профессорами. С профессионалами. Вот допустим, как я тебе сейчас рассказал свое мнение на какие-то упражнения, на тренировки. Нет. А я почему бы эту программу сказал? Потому что когда мы сделаем какие-то семинары, сколько там надо будет приведать этот семинар? Ну. Не знаю. Если пора рекламировать. Как лево уже ходит. На... Просто на диалог? В каком виде семинар? Надо понимать, что такое семинар. Сначала преподносится какая-то информация, а потом в режиме круглого стола тебе задают вопросы. Обсуждения? Да. А ты отвечаешь. Вот допустим, я... Вот мы сейчас с тобой обсудили два упражнения. Два раза взгляда. У тебя свое. Я пытаюсь что-то доказать свое. Мы начинаем какие-то доводы. Честно, в штанге я не думал об этом делать. Но в кроссфите, в мировом кроссфите, я хочу собрать круглый стол. Вот у меня есть такая плана, я над этим работаю. Я их вызываю и как бы общаюсь постоянно об этом фильме. И с теми людьми, которые пишут программу для кроссфит-левела, вот те, которые учат нас штанги, не зная штанги. Это именно человек, один человек, который пишет всю эту программу, Майкл Бургера, пишет программу. И это люди, которые занимаются, учат людей мобильностью, гибкость, работа над телом. Понимаешь? Многие вещи не так. Может я что-то не понимаю. На мой взгляд. На мой взгляд. И поэтому мне хотелось как-то собраться и вот это вот все пообсудить. Да, я к этому стремлюсь. Но в штанге я пока это не хотел. Потому что, ну как бы, хрен знает, здесь так профессоров помимо меня. Да тут таких как я, вон их миллион, понимаешь. Хотите делать? Зачем я-то вам здесь нужен? Вы здесь на территории России? Да хрена. В этом-то и прикол, понимаешь? Что я могу сделать что-то в России. А там-то кто будет делать? Там-то кто будет делать? Я-то как популяризирую штангу глобально. А в России у нас до хрена кому популяризируют? Понимаешь? Кто мою работу будет делать? Кто? Понимаешь? Я делаю свою. Потому что получилось, я через этот кроссфит, через это внимание вообще, популяризирую мировую тяжелую атлетику. Просто штангу в мире. А в России до хрена кого-нибудь. Пить. Ладно. Какого угодно. Занимайтесь. Делайте. Семинары. Все, что угодно. Круглые столы. Все, что угодно. Но если я буду это делать, некому будет там делать. Потому что там вас слушать не будут. Пока. Понимаешь? Понимаешь? Это все все равно к кроссфит привязано. Никогда не было штанги, никаких круглых столов. Команди нахрен не нужны. А кроссфит заставит? Нет. Мне рассказывали старожилы, что в каких-то там лохматых 70-х годах были каждый соревнование. Ну ты ответил на этот вопрос. Влах про лохматые года. Я просто расскажу. Это будет интересно остальным узнать. Мне просто они рассказывали, что допустим проводились соревнования и на базе этих соревнований в определенное время и день собирались все тренеры, спортсмены желающие. Мне сказали, что собиралось до 200 человек. Клево. И проводились вот такие семинары. Что там? Я за любую кипишу, ребят. Я за любую кипишу. Ну просто не всегда время есть, понимаешь? Насколько... Надо заранее планировать. То есть если мы сейчас хотим что-то делать, вот надо мне сейчас сказать, я это в график вобью. Потому что если я потом уже сказал, я не могу отменить. Понимаешь? У меня график, у меня календарь в компьютере. Все. У меня каждый день. Каждый день все записано. Где, что, кому, как, то. Понимаешь? Я встану, у меня он перед глазами. Я общаюсь по скайпе, общаюсь по телефону. У меня все в компьютере. Все. Каждый день. Каждый день полный график на каждый день. Понимаешь? Что я должен сделать по времени? Сейчас мы все заканчиваем. Через пять минут новое интервью. Понимаешь? Для пауэрлифтеров. Понимаешь? По времени. А дальше я еду, все и понесло далее. Это хорошее качество. Потому что вот я... Мы когда с тобой договорились... Три дня прошло. Мы не созванивались. И вот я ехал, думал... День не трепутит на месте. Или такой... Суновые качества мои. Я никогда не опаздываю. Вот это очень важно. Я лучше приеду за два часа. Если я знаешь пробки, мне нельзя опоздать. Я лучше приеду за два часа. Пасплю в машине. Как на Кубу Президента ты рассказываешь? О, помнишь? Я приехал. Я не могу опаздывать. Я заехал заранее. Потому что мне надо подготовить. Мне определенная работа должна произвестись до того момента, когда... До часы. Вот так всегда. Я приезжаю и сплю в машине. Жалко. Немножко не хватает времени. Я тоже спешу. Не задал массу вопросов. Продолжение. Вторая часть. Да, да. Хорошо. С удовольствием встречусь. Тем более время идет. Новые какие-то вопросы возникают. Я буду их записывать. Про... В завершении вот по поводу семинаров. Сейчас если зайти на Winner, там Клоков и Игорь Зарипов. Когда в первый раз... TeamWinner.com? TeamWinner.com, наш основной сайт. Не знаю, я забил. Но русскоязычный или какой-то. Я понимаю, да. Основной. Да. Когда в первый раз появилась информация про Игоря Зарипова, мы вот на соревнованиях встречались, там, тренеры, там, просто любители. Ну, стали вот обсуждать эту тему. Кто такой Зарипов? И все вот, знаешь, не знаем, не знаем. Судя по той информации, которая предоставлялась тогда на том этапе, там, в качестве рекламы, ну, можно было что-то понять. Но вот на... Либо на будущее, или вот сейчас, если можно... Кто такой Зарипов? Да. Более подробно. Понятно, цирковой атлет, это вот уже из видео понятно. Не цирковой атлет, а главное лицо цирка Дюшалея в воздушной акробатике. Это человек, который снимал, был как продюсер, как полностью делал фильм «Цирк Дюшалея» для Голливуда. Это человек, который с этим... Как его? Титаник сенал, как его зовут? Не помню. Ну, этот режиссер, известный, снимался у них в фильме. То есть... Полностью человек делал фильм. Он жил два с половиной года, на него работало 40 человек команда, и платили огромные деньги, они делали все, понимаешь? И он был, как бы, и артист, главная роль, и сопродюсер, понимаешь? Дальше... Потому что он лицо цирка Дюшалея. Вот. И дальше мы с ним познакомились как? Он мне написал, опять-таки, как и все желающие в этом... На мейл попросил меня подготовить его по штанге. Где-то месяцев восемь назад. Попросил меня по штанге подготовить, потому что он хочет выступать на CrossFit Games. Я видел, неплохо у него получилось. По CrossFit. И мы начали с ним готовиться онлайн. Так же сначала за деньги, потом у нас появились с ним другие интересы. Мы по бизнесу стали говорить, какие-то идеи озвучили. Я не увиделся первый раз два месяца назад всего. То есть, сейчас он поднимает... То есть, через несколько месяцев? Нет, все, он с ним 8 месяцев тренируется. Но последние два месяца мы только с ним стали вместе тренироваться. А это только онлайн. Скайп, текст, видео, я комментирую их. То есть, все онлайн. Но так как я вот свою методику применял, которую я применял в своей методике, что не обязательно тренировать вот так вот и учить технике. Достаточно учить правильное выполнение, выполнять тягу, правильно выполнять приседания, правильно выполнять аксессоры эксцессии, как сказать, дополнительные упражнения. Если ты их делаешь правильно, то твои мышцы развиваются правильно. Так, как надо. Не обязательно делать роговый толчок. Если у тебя есть определенная ошибка, если ты там жопу убиваешь. Если у тебя тренер не говорил больше ногами, тяни ногами, тяни ногами. Ты не можешь тянуть, потому что у тебя ноги не готовы. Сейчас спина сильнее твоих ног. Это не баланс. Что надо делать? Надо делать, догонять ноги определенными упражнениями. Понимаешь? Я когда вижу, ага, у тебя какая-то ошибка, все. План пошел на ноги, пошел на ноги. Ага, там он встает. Пошел туда, понимаешь. Чук-чук-чук, я вижу по картинке, что отстает. Понимаешь? Вот моя методика, которую я как бы сейчас тренирую в онлайне. Своих восемь человек с разных стран. Понимаешь? Восемь разных стран. Мексика, Австралия, Америка, Европа. Понимаешь? Восемь стран. Почему я специально выбрал в каждой стране по одному? И не всем задержали. Тоже определенный смысл. Вот. И это. И все. А потом, когда с ним вместе встретились, уже просто психологически я его добил. Как бы именно, что, почему я таким основным моментом. И все сейчас просто как работаем, работаем, работаем. Вот он с весом 82, 55 на грудь взял. 60 не взял. 50 толкнул. 25 лет постоянно. То есть, мышцы растут. Готовы нам больше. Психологически. Ты не можешь за восемь месяцев, он до восемь месяцев никогда жизни с ногу не поднимал. Понимаешь? А тут раз, раз, раз. Мышцы, ты же понимаешь? Они быстрее растут, когда там начинаешь все серьезно готовиться. Мышцы растут быстрее, чем психология. И он готов больше поднять. Он психологически надо работать, работать, работать. Но вообще мы его готовим на CrossFit Games. На CrossFit Games. То есть, по тем даже спортсменам, которых ты еще восемь человек тренируешь, можно сделать вывод, что Клоков занимается еще и тренерской деятельностью, да? Тренерской деятельностью, но не… Ну, тренируют. Ты тренируешь. Тренер, но не в тренерском понимании. То есть, не классический тренер. Есть там определенная своя цель. Ну, тренируем. Ну, как-то вот ты о некоторых членах с Горной завел разговор, что они… Каждый может тренировать в интернете. Вася Полняков тренирует этого. Каждый. Стоит нормальных денег. Тебе интересно. А ты ничего не делаешь. Сидишь, план пишешь. Ты смотришь его видео. Ты с ним общаешься. Понимаешь? Так же ты английский учишь. Если что-то не значит, ты смотришь в интернете, в переводчике. Я так начинал. Я пообщался с иностранцами. Каждый слой переводил. Понимаешь? Копировал. Переводил в транслейдеры. Постоянно у тебя на глазах. Понимаешь? Ты начинаешь соображать. Сейчас мне пишут текст. Я сразу на английском отвечаю. Я все читаю. Я понимаю. Я отвечаю. Понимаешь? А ты говоришь, даже писать на английском? Это тоже автоматически? Я сейчас пишу только на английском. Понимаешь? Ну, то есть, сначала ты в переводчике видел эти слова? Да, конечно. Ты запоминаешь. Зрительная память. Ты запоминаешь. И потом ты раз, раз. И все. Там еще и бывает те исправляют в айфоне. Они же исправляют. Начиешь писать. Понимаешь? Раз ошибку сделал. Он тебя исправил. Ты запоминаешь. а у тебя есть правило, ты раз какую неправильную букву не поставил, вместо АО поставил, а ты запоминаешь, айфон тебя запоминает, он тебя поправляет, но ты же пытаешься написать, то что ты помнишь, а он тебя еще и поправляет, он поправляет, поправляет. Каждый из ребят может это делать, но надо быть открытыми, где у кого контакты, как с ними связаться? Нет? Ну и на этой ноте можно закончить, к сожалению, я спешу, ты спешишь, но я думаю, что и это интерфейс. Я думаю, что этой информации достаточно, надеюсь, в дальнейшем мы тут опять встретимся, можно обсудить какие-то новые, может быть, идеи, время идет, штанги твои привезут, соревнования ты собирался провести? Расскажу, да, много чего еще не рассказал, много чего есть рассказать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.